Непризнанные гении встречаются в творческом мире достаточно часто. Однако истинное значение таланта может показать только время. Почему же так происходит? Приветствую вас, друзья! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о творчестве великого композитора Александра Сергеевича Драгомышского. По моему мнению, этот композитор не получил при жизни того признания, которого был достоин. Что же стало тому причиной? Его произведения исполнялись редко в то время? Или, может быть, он получил недостаточное профессиональное музыкальное образование? Предлагаю разобраться в этом вместе с вами. Александр Сергеевич Драгомышский родился в 1813 году в селе Троицком Тульской губернии. Он получил домашнее воспитание и никогда не обучался ни в одном учебном заведении. Единственным источником его знаний были домашние учителя и родители. В семье было шестеро детей, поэтому на какой-либо особый подход в домашнем обучении юный Александр Сергеевич вряд ли мог рассчитывать. Конечно, особое место в воспитании мальчика занимала музыка. Драгомышский уже с семи лет начал обучаться игре на фортепиано у Луизы Вольгеборн, а через три года его учителем стал знаменитый в то время музыкант Андриан Трофимович Данилевский. Чуть позже к обучению присоединился также учитель игры на скрипке. Им стал некий Воронцов-скрипач из скрипостного оркестра, но никаких сведений о нем не сохранилось. Из автобиографии мы знаем, что успехи в освоении скрипки были блестящими, как и в фортепианной игре. По крайней мере, участвуя в квартетах, Драгомышский мог исполнять партию второй скрипки и даже альта, по его собственным словам, безукоризненно. А музыку читал в голове, я подозреваю, что он имел в виду читку с листа, как книгу совершенно свободно. Выходит, одна из гипотез о том, что Драгомышский недополучил в детстве базового музыкального образования, все же ошибочно. Родители смогли дать юному композитору те музыкальные азы, которых было достаточно, чтобы воспитать интерес, а главное, любовь к музыке. Что же касается знакомства с вокальной музыкой, того знакомства, которое было особенно необходимо ему, как будущему оперному композитору, оно произошло благодаря некоему Цейбиху, у которого он брал уроки пения. Особенная забота, направленная на музыкальное образование ребенка, объясняется теми удивительными способностями к музыке, какие маленький Драгомышский проявлял с самого раннего детства. Александр Сергеевич часто спорил с учителем по фортепиано, потому как больше занимался сочинением маленьких сонат и ронда, чем изучением технологии исполнения на фортепиано. Эту рано проявившуюся наклонность к самостоятельному творчеству подтверждает в автобиографии и сам Драгомышский. Страсть и прилежание мое к музыке были так сильны, говорит он, что я, несмотря на многочисленные уроки, которые должен был приготовлять для приходящих русских и иностранных учителей, на 11 и 12 году моего возраста уже сочинял самоучкой разные фортепианные пьесы и даже романсы. Но вызывала ли такая страсть восторг у преподавателей Драгомышского? Вот вопрос. Фортепианный учитель Данилевский, хотя и был, по словам композитора, весьма хорошим музыкантом, был очень недоволен порывами Драгомышского к сочинительству. Обыкновенно, пишет композитор, он даже рвал мои сочинения. Но никакие наказания не смогли заставить Александра Сергеевича отказаться от своего увлечения. Обычно такие яркие способности могут убедить родителей юного дарования в том, что карьера и путь их чада, в общем-то, предопределены. И музыка их главное предназначение. Но отец Драгомышского не был в этом уверен. Он серьезно опасался, что музыкальные занятия сына, даже самые успешные, не смогут обеспечить его материально. Поэтому уже в 14 лет Александр Сергеевич поступил на службу в контроль Министерства императорского двора. В работе он отличался усердием и быстро продвигался по должностной лестнице, не переставая вместе с тем писать музыку. Изучение фортепианной техники Драгомышский завершил под руководством известного в то время Франца Шоберлехнера. По-немецки его фамилия звучит как Шуба Лехна. Будучи учеником знаменитого Гумеля, он имел свои методические познания и мог передать Драгомышскому отличные технические навыки и прием. Шоберлехнер, разгадав художественную натуру Александра Сергеевича, незамедлительно выделил его среди других и занимался с ним особенно внимательно. Чтобы судить о влиянии его руководства и результатах разумного преподавания, достаточно прочесть следующие слова из автобиографии Драгомышского. В 30-х годах я был уже известен в петербургском обществе как сильный пианист. Шоберлехнер называл меня первым своим учеником. Ноты я читал как книгу и участвовал во многих любительских концертах. Лучшие артисты, как то Бюм, Мейнгард, Ромберг, оставались мной довольны. К 32-му году на счету Драгомышского было, сейчас я цитирую, множество блестящих сочинений для фортепиано и скрипки. Два квартета, несколько кантат и множество романсов. Романсы и пьесы камерного жанра стали для Драгомышского своеобразной творческой лаборатории. В них формировался его музыкальный язык. Особенно тесны связи его вокальной музыки с творчеством Пушкина, Гоголя и Лермонтова. А лучшие произведения того периода написаны на стихи как раз Пушкина. «Я вас любил», «Юноша и дева», «Юношу горько рыдая», «Древнивая дева бронила». Вертоград. «Вертоград моей сестры». «Ночной зефир». «Ночной зефир струит эфир». «В крови горит огонь желанья». Известны также сатирические романсы с острой социальной направленностью. «Титулярный советник». «Старый капрал». «Червяк». «Витя червяк, в сравнении с ним, в сравнении с ним лицом таким». Вот так порой жизнь лихо закручивает человеческие судьбы. С одной стороны, талантливый музыкант и композитор, а с другой, практичный государственный служащий. И важный вопрос в таких ситуациях – какая чаша весов все-таки перевесит. Неизвестно, как сложилась бы судьба Драгомышского, если бы провидение не свело его с Михаилом Ивановичем Глинкой. Дружба с ним в будущем создала прочный фундамент для развития блестящего композиторского дарования. «Одинаковое образование, одинаковая любовь к искусству тотчас сблизили нас, несмотря на то, что Глинка был десятью годами старше меня», пишет Драгомышский о дружбе с Михаилом Ивановичем Глинкой. Постепенно знакомясь с произведениями Глинки, Драгомышский понимает, что грамотный оперный композитор попросту обязан в совершенстве владеть искусством оркестровки, искусством, которого в то время вовсе не знал Александр Сергеевич. Драгомышский самостоятельно штудирует основы композиции и контрапункта по привезенным из Германии рукописям профессора Зигфрида Вильгельма Дена и занимается их подробным изучением. Овладев в достаточной степени теорией и расширив свои артистические взгляды, Драгомышский почувствовал желание испытать окрепшие силы и взяться за какую-нибудь крупную и серьезную художественную задачу. Благодаря примеру Глинки такой задачей стала опера. Будущее опера должна была называться «Лукреция Борджиа», и Драгомышский писал номер за номером, не помышляя ни о чем другом, кроме своей работы. Но по отзывам опытных и понимающих людей, выбор сюжета во многом подкачал. Он был неудачным, да и неуместным в те времена в России. Прислушавшись к доводам друзей, и особенно Жуковского, Драгомышский вовсе прекратил начатое дело. Первая крупная проба пера и сразу неудача. Что дальше? Драгомышский не сдался, и, разочаровавшись в первом сюжете, он скоро отыскал другой, выбрав в качестве либретто Эсмеральду Виктора Гюго. Деятельность композитора вновь закипела с прежней энергией, и уже в 1939 году опера была готова. Молодой композитор, конечно, ожидал скорого принятия, постановки на сцене, а затем и вероятного успеха, но на деле же вышла совсем по-другому. В 1939 году, пишет Драгомышский, опера была окончена, переведена на русский язык и представлена мною в дирекцию театров. Несмотря на одобрение ее капельмейстерами театров, несмотря на все постоянные мои хлопоты, старания и просьбы поставить ее на сцену, Эсмеральда пролежала у меня в портфеле целые восемь лет. Вот эти-то восемь лет напрасного ожидания и в самые кипучие года жизни легли тяжелым временем на всю мою артистическую деятельность. Столкнувшись с неудачей при создании крупного произведения во второй раз, Драгомышский почувствовал, что терпение его истощилось. И, несмотря на то, что к тому времени у него уже были начальные наработки произведения «Торжество вакха и русалка», в 1843 году он подал в отставку и два последующих года провел за границей в Берлине, Брюсселе, Вене и Париже, общаясь с видными композиторами и музыкальными деятелями той эпохи, самыми известными из которых были Обер, Голливий, Мейербер, а также директор Брюссельской консерватории Франсуа-Жозеф Фитис. Результатом этой поездки стала возможность изучить творчество европейских коллег, всмотреться в своем, увидеть новые художественные задачи. Музыканты Европы поддержали Драгомышского, видя в его сочинениях уникальный и непревзойденный талант. Именно это и дало композитору новые силы продолжать писать. Но смог ли Александр Сергеевич переломить сопротивление его творчеству на родине? По возвращению в Россию он возобновил хлопоты о постановке «Эсмеральды». И 5 декабря 1947 года состоялась ее премьера в Москве на сцене Большого театра. Опера имела большой успех. Этот первый сценический успех произвел на Драгомышского отрадные впечатления. Он был удовлетворен. Однако радость была краткосрочной. Если в Москве оперу восприняли одобрительно, то петербургский успех «Эсмеральды» оказался очень сомнительным. В автобиографии сам композитор успокаивает себя, будто бы успех случился, цитирую, «несмотря на сокращение многих номеров музыки, на замен написанного мной блестящего балета вставной венгерской полькой и на скудную, даже жалкую монтировку». Уже в 1951 году «Эсмеральда» была показана и в столичном Александринском театре, выдержав всего три представления. Несмотря на то, что в музыкальных кругах восприняли оперу благосклонно, критики и публика отнеслись к ней прохладно. Этому способствовали и очередная небрежная постановка и, к сожалению, слабое исполнение. Дорогомышский пишет об этом холодно, равнодушно и сдержанно, заканчивая свой рассказ вот такой короткой, но тем более знаменательной фразой «Драматическое творчество мое охладело». Но композитор и в этот раз не сдается. И еще во время борьбы за «Эсмеральду» продолжает труд над оперой «Торжество Вакха». В 48-м он представляет ее на рассмотрение в дирекцию императорских театров и получает отказ. Отказы дирекции, пишет он в автобиографии, поставить на сцену торжество Вакха и дать «Эсмеральду» в приличном виде на итальянской сцене не могли еще совершенно заглушить во мне стремление к творчеству музыки драматической. И я приступил к составлению плана и собиранию материалов для оперы «Русалка». Впрочем, я начал писать ее без всякой определенной цели, для собственного удовольствия и для удовлетворения неугомонившейся еще моей фантазии. В 45-м композитор приступил к работе над оперой и трудился над ней в течение 10 лет. В связи с такой продолжительностью работы над оперой невозможно не вспомнить труд еще одного русского композитора Александра Порфирьевича Бородина, который работал над своим шедевром оперой «Князь Игорь» в прямом смысле полжизни, так и не закончив в полной мере эту грандиозную работу. Нота за нотой, сцена за сценой, трагическая история любви дочери Мельника в опере «Русалка» была воссоздана композитором в оперном жанре, чтобы с годами стать самым известным и любимым творением из всего его творческого наследия. 4 мая 1956 года «Русалка» впервые была поставлена в мариинке. На представлении присутствовал тогда еще молодой Лев Николаевич Толстой. Российская аристократия осталась оперой недовольна. Царская фамилия и вовсе не удостоила представления посещениям, хотя Мариинский театр посещала постоянно. Представители менее состоятельных слоев приветствовали оперу восторженно. С темой социального неравенства по-другому и быть не могло в то время. В целом, сценическая судьба «Русалки» была изначально не самой удачной. Дорогомышский был так этим расстроен, что хотел даже сжечь партитуру. По счастью, ему это, в отличие от Гоголя, сделать не удалось. А чудесное спасение партитуры произошло по очень простой причине. Дирекция театра не отдала ее обратно автору и тем самым спасла оперный шедевр для будущих поколений. Менее чем через 10 спектаклей «Русалку» сняли со сцены. И только в 1865 году возобновили вновь. Именно тогда, в 65-м, она была принята с триумфальным успехом, в том числе и знатью. Долгих 9 лет до возможности быть признанной, но эти годы не прошли даром. Оперой «Русалка» Дорогомышский показал новое направление в русском оперном искусстве. Лирика, драматическая бытовая драма. Опера «Русалка» и сейчас пользуется большой популярностью и любовью у публики. По прошествии более 150 лет можно с уверенностью сказать, что эта опера прочно вошла в репертуар российских театров. Любопытная история создания еще одной оперы Александра Сергеевича Дорогомышского «Каменный гость». В 1859 году Дорогомышского избрали в состав руководства только что основанного Русского музыкального общества, где он познакомился с группой молодых композиторов. Центральной фигурой среди которых был Милий Балакирев. Эта группа позднее станет «Могучей кучкой». Она сыграет серьезнейшую роль в жизни Дорогомышского. А вершиной творчества 60-х годов является как раз опера Дорогомышского «Каменный гость», над которой он работал в последние годы жизни. Он был окрылен творческим взаимопониманием с друзьями из передовой артистической среды и испытывал необычайный прилив творческих сил. Эта опера, которую сам Дорогомышский назвал своей «лебединой песней», поразила современников смелой новизной и необычностью замысла. «Каменный гость» – опера в трех действиях Дорогомышского на текст одноименной трагедии Пушкина. Премьера состоялась 16 февраля 1872 года в Мариинском театре Петербурга. В этой опере Дорогомышский намеренно отказался от использования классических оперных форм. Он положил на музыку текст Пушкина практически без изменений, за исключением пары стров и вставок двух песен Лауры. Дорогомышский поставил перед собой очень сложную задачу, которая подразумевала исключение традиционных оперных форм – арий, ансамблей и хоров. Получилась чистая музыкальная речь. Опера состояла из одних речитативов. Эта сложная и революционная для всей русской композиторской школы задача требовала от Дорогомышского исключительной точности, яркости и интонационных характеристик каждого действующего лица, большой слуховой наблюдательности и, конечно же, композиторского мастерства, чтобы избежать и монотонности, и постоянно удерживать при этом внимание слушателя. Такой подход к оперному жанру находится в русле известного творческого кредо Дорогомышского. «Я не намерен снизводить музыку до забавы. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». Модест Петрович Мусоргский позднее скажет о Дорогомышском, что считает его своим великим учителем музыкальной правды. Каждая новая часть оперы «Каменный гость» показывалась на собраниях «Могучей кучки» и была принята другими композиторами с восхищением, что очень вдохновляло Дорогомышского. Но, к сожалению, завершить оперу ему не удалось. 5 января 1969 года великий композитор скончался. Произведение закончил Цезарь Кюи, а инструментовал Римский Корсаков, лучшие друзья композитора, которые и закончили оперу в соответствии с его завещанием. Премьера оперы вызвала разнообразные и неоднозначные оценки общественности и критиков. Новизна жанра вызывала споры. Однако произведение смело можно назвать гениальным и получающим свое признание по сей день. Московский театр «Геликон опера» открыла сезон 2020-2021 года именно «Каменным гостем». А в 20 веке опера была поставлена в Праге в 1935 году, на фестивале флорентийский музыкальный «Май» в 1952, в Берлине в 1958, в 1967 была экранизирована режиссером Гарикером, дирижер Хайкин и великий Атлантов в роли Дон Жуана. Да, «Каменный гость» остается камерным и экспериментальным произведением, не рассчитанным на массовое обожание. Тем не менее, особенности построения этой оперы получили свое продолжение и у других композиторов, например, в Моцарте и Сальере римского Корсакова и в скупом рыцаре Рахманинова. Творчество Доргомышского, может быть, и не стало музыкальным прорывом при его жизни, но однозначно вывело на новый уровень камерно-вокальный жанр и русскую оперную музыку в целом, позволило ей достичь высокой степени музыкальной правды и совершенства выражения. Значение в истории музыки творчества Доргомышского показало время, поставив его имя в ряд виднейших русских композиторов, великих учителей музыкальной правды. Сейчас, в 21 веке, не так уж и важно, был ли он признан при жизни. Самое главное, что его музыка осталась в веках. Что это русский композитор, и это особенно приятно. И что мы имеем все возможности наслаждаться его замечательной музыкой сейчас. Замечайте то прекрасное, что находится вокруг вас. С вами был дирижер Юрий Медяник. До встречи.